В Щелкове вроде бы еще утро, а молодежь уже празднует. Нет, речь не о том, о чем вы, возможно, подумали. Свой праздник, День молодежи России, она отмечает спортивно, активно и креативно. Городской парк в субботу принадлежал им, талантливым и заводным. Программу открыл фестиваль уличных танцев Street Battle Fest, на который помимо щелковских приехали и танцоры из других городов. Больше 50 участников соревновались в номинациях Hip-Hop, Dubstep и All Styles. Мы танцуем, развиваемся. Для чего это было создано? Танцы – это знакомство, музыка, душа. Этот баттл, он рассчитан на знакомство, общение молодежи. Танцы – это очень сильно развивает человека. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе развернулась спортивная программа. Королей воздуха – так называется турнир по баскетболу, в котором участвовали 7 команд. И также не только местные. Финальные игры были приурочены в Дню молодежи. Эти команды все провели регулярное первенство, сыграв друг с другом, как в большом баскетболе делается. И четыре лучшие вышли в плейп-оп, так называемый финал четырех. В матче за третье место опытной щелковской команде «Черный Соболь» игроки в синей форме противостояла молодая, но амбициозная команда «Биолог» из Анискинского поселения. Щелковские победили. А финал получился по-настоящему олимпийским. Команда «Олимп» из Фрязина играла с командой «Олимп» с Копа из Балашихи. Тут победили фрязинцы. Основная масса виновников торжества начала подтягиваться в парк после обеда. Какой же праздник без официальной части? Тем более, чтобы приносить пользу обществу, щелковская молодежь умеет еще как. Вот и учредили организаторы множество номинаций для тех, кто творит и созидает. Перед награждением молодежь приветствовали первые лица района и города. Вы знаете, мы вам немножечко завидуем, потому что у вас столько возможностей. И все впервые. Первая любовь, первые настоящие друзья. Кому-то из вас предстоит хорошо сдать экзамены, а кто-то их уже сдал и предстоит поступить в институт. Кто-то заканчивает институт, и им необходимо будет правильно выбрать свое рабочее место. Ребята, сегодня действительно перед вами открыты все пути. Я желаю вам, чтобы на этом пути вы выбрали себе любимую профессию, создали хорошую семью. Чтобы жизнь ваша была полной чашей. Чтобы вы были всегда нужны нашей стране. С праздником вас! Ждем молодежи! Здоровья вам! Счастья! Добра! Будьте лучше, чем мы! И мы будем горды вами! Из рук почетных гостей ребята получали кубки и грамоты за успешную сдачу норм ГТО. За активное участие в развитии молодежной политики. За конкурс эмблем на социальные темы. За военно-патриотическую работу. За все хорошее, в чем отличились за год. В номинации «Открытие» грамоту вручили Щелковскому молодежному медиа-центру. Нашим юным коллегам, пишущим, снимающим и таким образом полезно самовыражающимся в соцсетях. Молодежный медиа-центр представляет собой небольшую организацию, в которой находятся очень активные ребята. Которые согласно и добровольчески освещают все события города Щелково. Жизнь города Щелково. Мы с огромным удовольствием приглашаем всю активную молодежь присоединиться к нашей команде. Нашли своих героев и награды танцевального феста. Несмотря на то, что ребята далеко не первый час находились в непрерывном движении, Иван, Милена, Алексей и Георгий нашли силы показать Щелкову, за что жюри признало их лучшими. Несомненно, самым ярким элементом Дня молодежи в парке стал фестиваль красок Холли Бум. Традиция, пришедшая из Индии, похоже, приживается и у нас. Краски, которыми участники обсыпали себя и друг друга, совершенно безопасные и легко смываются с кожи и одежды. Весь вечер сцену не покидали артисты и музыканты, солисты вокальной мастерской Виталия Володина, вокальной студии Тоника, студии Седа Восконян, школы танцев УСК Подмосковья. В общем, весело получилось. Давно в Щелкове так ярко не отмечали День молодежи. Хорошие традиции возвращаются. Ирина Микеда, Павел Михеев, телерадиокомпания «Щелково».